Ну что же мои хейтеры дождались Я сейчас буду жить жизнью Миланы, а Милана будет жить моей жизнью Закон подлости может показать себя у всей красе Сегодня я тут хозяйка, ребята, все Все, Михаил, завтрак будет готов примерно через 5 минут Ты уже это говорила 5 минут назад Реально, рецепт этот авторский, я придумала его сама Видим эти полочки с сумочками, с коллекцией обуви Миланы Ребят, она просто неподъемная, она весит килограмм 30 Ну все, мы приехали на хоккей Я подвела ее с выбором локации Моя жизнь, мои правила Все по-милански Всем огромный привет, с вами Виктория Портфолио И это видео я снимаю вместе с Миланой Королевой Привет, привет Смотрите, мы меняемся жизнями И я сейчас, как вы поняли, буду жить жизнью Миланы А Милана будет жить моей жизнью Но это будет не просто обмен жизнями А я должна буду выполнить 3, надеюсь, очень легких задания от Миланы От которых я получу наслаждение То есть какие-то дела, возможно, Милане уже лень выполнять И она попросит их сделать меня Это будет 3 задания Да, малышка, ну и самое главное, чтобы ты не теряла надежду, что это будет легко И ты получишь удовольствие А получит ли его Виктория или нет Мы с вами скоро узнаем А это все в твоих руках, малышка Давай я тебе хотя бы пока намекну Покажи, какие задания будут посылать Да, да, да Ну вот смотри, лови Первое, мне точно сложно будет сделать Потому что я никогда это не делаю То есть в моей жизни у меня этого нет Будет, понимаешь В этом же весь кайф Я его проваливаю Провалишь Ну, все, мы с вами, ребят, посмеемся Посмотрите на мои 3 провала Хорошего просмотра Ну ладно, почему 3? Ну, может быть, 1, а 2 будет И ты откроешь себе новые качества, понимаешь? Жизнь играет новыми красками Да, моя жизнь, возможно, изменится после этого видео А после просмотра этого видео Обязательно переходите на канал Миланы И посмотрите, как она выполняет 3 задания от меня Как она живет моей жизнью Ну что же, вот мы отправляемся в Москву Чтобы пожить один день жизни Миланы Королевой Надеюсь, я справлюсь Если не справлюсь, то ничего страшного Поехали, полетели вернее Да, здравствуйте Вика не упускает из виду Миланы Королева Не упускает из виду Ваши арбор Друзья, домой Ваши арбор Миланы Королева Миланы Королева Попросила сейчас я вам сажу Вы на механике Пошите нет? Нет Как нет? Мы только дрифтим на механике Да? Да, на самом деле Дрифт был на механике Да Да Ну Мне попросила Ваши арбор Ой, Вика, тебя услышали Будем выполнять ее задания Я немного волнуюсь Потому что не уверена Что у меня получится их выполнить В том виде, в котором она бы хотела Чтоб я их выполнила Но, в общем, будем с вами импровизировать Милана попросила Ванку и что-то Так Смотрим Что это такое? О, это какой-то подарочек Смотрите, открытка Очень красиво Виктория, добро пожаловать в Москву Надеюсь, тебе понравилась моя шутка Да, очень понравилась И я, когда мы ехали, поняла Что надо было попробовать прокатиться на механике Непонятно, почему я это не сделала Я знаю, что ты очень любишь зеленый цвет Поэтому хочу тебе подарить костюм своего бренда My lovely suit Милана Ой, очень классный костюм Это мой уже третий костюм от Миланы Мне очень нравятся эти костюмы тем, что Внутри такой вот эффект, как будто вшита футболочка На самом деле она не вшита Поэтому костюм не смотрится громоздко Но при этом ощущение, что под худи, под свитшотом футболочка выглядывает Очень классно Спасибо, Милана А, здесь еще надписи есть Моя жизнь, мои правила Все по-милански Ну что, ребят, мы вот и на месте И начинаем выполнять наши сложные каверзные задания Ооо, посмотрите, кто пришел Все, ребят, мне кажется, я справлюсь с заданием, когда у меня есть такая поддержка Очень милый Малыш другой плачет его Ой, там смотри другой Да Это что, малыш, что ли? Ой, ругается, ругается Все-все-все-все-все-все Все-все-все-все Ревнует Очень нежнятинка такой, да? У нас проблема Мы тут застряли И по ходу выполнения всех заданий отменяется Потому что у меня есть дела поважнее Все Вика, ты ведь есть в списке заданий погладить хаски? Ну, добавим Берем какое-нибудь задание Сейчас зачеркнем И напишем Погладить хаски Собакотерапия работает? Работает собакотерапия, да Хаскотерапия есть, кстати Да Как все тихо Тихо и безлюдно Сегодня я тут хозяйка, ребята Все Вот мы уже дома у Миланы А у меня в руках ее костюм Сейчас мы его примерим Найдем гардеробную, где я его примерю Но перед этим давайте сделаем такой быстрый Импровизированный Рум-тур Посмотрите, какая Прекрасная обстановка Дома у Миланы Цветочки Яркие, красивые Очень Уютный интерьер В общем, сегодня я С вами тут И начинаем с примерки костюма Ну и, конечно, поиска гардеробной Кажется, мы нашли гардеробную Миланы Вернее, не кажется, а 100% Видим эти полочки С сумочками С коллекцией обуви Миланы Что, посмотрим что-нибудь с вами Прежде чем Начнем Примерку костюма Который мне подарила Милана О, ребят, смотрите У меня есть такая же шляпа Гуччи Я ее еще не носила Мне подарил ее друг Паша И она у меня Долго пролежала в коробке Потому что подарила мне На день рождения ее зимой И сейчас я ее достала И у нее вот так вот согнуты поля Потому что она лежала в коробке И я думала Интересно, а так и должно быть? Или это ошибка? И вот я увидела По шляпе Миланы Что нужно мне что-то сделать Чтобы разровнять поля Потому что они должны быть прямыми Не зря это оказалось Бесконечное количество сумочек Вижу, что Милана любит Любит Разные бренды Я даже не могу Выделить какой-то Хотя в последнее время Часто на фотографиях вижу Что она с сумками ботега Но тут я почему-то Как бы особо там вот Хотя нет Вот-вот они все Вот эти вот все герои Последних публикаций Образов Миланы Ну что же Я примерила Костюм от Миланы Про который я вам и говорила Видите, вот эта вот футболочка Она на самом деле вшита В костюмчик Как вам? Мне очень нравится Топ-то у меня такой Полупрозрачный Угу Ну вообще-то так-то да Ну что же Я отправляюсь выполнять Первое задание от Миланы Сделать завтрак Для ее мужа Михаила Ну что же Мои хейтеры дождались Сейчас вы увидите Что я буду готовить Почему хейтеры? Потому что Очень много людей Меня именно хейтят За то, что я Почти не готовлю дома Ну вот Вот я буду готовить Посмотрим, что из этого выйдет Ну что же Сейчас на этом подносе Окажется Завтрак Для Михаила Значит, что будет На завтрак Скрембл Вы знаете, что я сама Люблю на завтрак есть Скрембл И я сужу по себе Поэтому я Решила Михаилу сделать Тоже скрембл Скрембл будет, конечно же С авокадо И с рыбкой Мне кажется Это идеальный завтрак Звучит все классно Но главное Все это приготовить Для приготовления Это мой рецепт Авторский Придуманный мной Сейчас Для приготовления Скрембл нам понадобится Парочку яиц, конечно же И Помимо молока Еще Сливочное масло Чтоб все думали Ой, как вкусно Ой, как вкусно А секретик-то Хитренький Вот какой Смотрите А? Как вам? Вот это вот сливочное масло Пока справляемся на ура Авокадо-рыбу я тоже нашла Вроде все Норм Целью экономии Посуды Я хочу разбить яйца Прямо в сковородке В сковородке Их и перемешать Вот этим вот мы и перемешаем Здесь главное Быстрота, скорость Не зевать А быстро все делать И тогда все получится круто Включаем сейчас Сковородку Так, значит Газовой плитой я пользоваться умею Помню Раньше практиковала Можете, кстати На моем YouTube-канале Найти старые-старые видео Которые по 9 По 8 лет Этим видео И там я очень много готовлю То у меня какие-то пироги Запеканки Сырники Лазаньи Крутим И держим Все Видите, я все помню Такие навыки не забываются Я на самом деле, ребят, правда Дома практически не готовлю Можно сказать Вообще не готовлю И хорошо, что я дома не готовлю Потому что и так Постоянные у нас Рестораны Ужины Поэтому Если бы я еще дома готовила То Вообще Колобками были Масло у нас вот уже почти растопилось Реально Рецепт этот авторский Я придумала его сама То есть это не то, что я там в интернете что-то прочитала Вот я так вижу идеальный скрэмбл Интересно, соответствует ли он моим ожиданиям И теперь нужно самое быстрое сделать То есть разбить трица И сразу залить молоком И сразу перемешать Вот здесь, если я справлюсь, то все будет окей Все, Михаил, завтрак будет готов примерно через 5 минут Обещаю Так, ты уже это говорила 5 минут назад Блин, ну все, сейчас, сейчас, правда Да зато вкусно будет Все, я немножко волнуюсь, ребят Работаем на время Поехали Первое яйцо Пошло Второе яйцо Так, надо, наверное, сплетать Хотя я начинаю суетиться Второе яйцо А, не-не-не-не, уже Так, убираем, убираем Вот, надо убрать Убираем 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 Вот сейчас мы убрали все, поэтому успеем Хотелось бы, чтобы еще не попала скорлупка в наш скрэмбл Представляете, чуть про соль не забыла Так, вот 3 яйца у нас Заливаем молоком Немного И все, теперь быстро перемешиваем на огне Вот, ну что, ребят, я чудом избежала ошибки Вовремя убрала сковородку с огня Потому что так бы яйцо уже застыло И я не смогла бы его потом в такой вот скрэмбл превратить Соль мы успешно нашли Ее добавили Вот какой у нас красивый скрэмбл получается Я не люблю сильно зажаренный скрэмбл Мне вот достаточно такого состояния Вот, теперь добавляем рыбки и авокадо Конечно же, отдельно на тарелочку И все, и завтрак наш готов будет Сейчас я вам покажу, как я обычно чищу авокадо Может быть, кому-то будет интересно Берем наш авокадо и обязательно чистый нож Потому что тем ножом мы разбивали яйца Вот так вот режем авокадо Вокруг косточки Прорезаем хорошенечко все И смотрите, сейчас будет ловкость моих рук Абра-кадабра И проворачиваем И все, таким образом мы быстро и классно чистим авокадо Мне кажется, я повторяю завтраки, которые готовит мне Максим Рыбку уже мы положили И остается завершающий момент Это переместить скрэмбл на нашу тарелочку В которой мы будем подавать завтрак Вот такая вот я у вас хозяюшка Слишком много я, конечно, скрэмбла сделала Поэтому я буду выкладывать не весь С запасиком Ммм, как аппетитно, ребят Посмотрите, какой классный завтрак Так, приборы и все А вот и завтрак Скрэмбл, авокадо и лосос И нужно обязательно попробовать Прям сейчас Спасибо, спасибо Ну, выглядит аппетитно Я ждал Ммм Правда вкусно? Да, сейчас посолим еще чуть-чуть побольше Ну, блин, я так и знала Я вообще, когда сыпала, думала, может быть это не соль, а сода Авокадо Да, ну идеальное сочетание, здесь же все на ПП Вкусно, спасибо Мы справились, ребята, все, следующее задание Я вообще вот так вот из коробки никогда не ем, если честно Это какая-то новая вообще вводная, я не знаю Вот и микросемейный конфликт у нас образовался И вообще, где мой сок свежевыжат, Игорь Прутовый? Я уже, наверное, пойду У меня другое задание от Миланы Не менее срочное А то тут можно задержаться А то столько претензий, я смотрю Вика, спасибо, отлично накормила Теперь заряд энергии, калории бодрости Спасибо, я рада слышать Все, я дальше пойду вместо Миланы ее деньги Давай-давай Угу Привет, Лео Кто? Кто? Я сегодня буду вместо твоей мамы Я полезу тебя на хоккей, если ты не против Давай знакомиться Виктория Я могу Вот, кстати, я тебе сейчас в аэропорту купила подарочек Посмотри Хотя ты уже такой большой, не знаю, радостный тебе Смотри, паук Это слаймы Слаймы я люблю Ой, слушай, ну отлично, отлично А у нас с тобой нет времени У нас две минуты до выхода Потому что нам пора на хоккей Хоккей-то легкий Ты не любишь, да? Ну так не очень Ну нужно, нужно Иногда нужно себя пересечь Вика, может быть, Милана все равно не узнает Не на хоккей, повезем? А, кстати А скажем, что на хоккей возили Ха-ха-ха А я не подумала Мой синдром отлично Даже Помещал Ладно, Милана, в видео ты все равно увидишь Что мы не возили на хоккей Сразу поймет Эх, ну ладно Так, давай договорим Сейчас на хоккей съездим Ты вернешься и первым делом распечатать подарки Договорились? Все Давай Единственное, что Ты умеешь вообще сам одеваться? Потому что я когда эту муницию распечатаю Я не смогу тебя надеть, мне кажется Не, я сам не умею Не умеешь? Я могу, но я просто хоккейную О, мы будем вдвоем учиться Так, просто так не нужно Мне кажется, одеться в хоккейную форму вообще сложнее, чем смотри Что-то мне так кажется Какие самососы завязаны? О, ноу Ну давай, собирайся, выходим, поехали Окей Ну что, интересно, насколько тяжелая сумка? Ребят, она просто неподъемная Она весит килограмм тридцать Это просто жесть какая-то Она на колесиках тут вот А, все, нормально, она на колесиках Главное по рожек пройти Ой, господи Я ж мать в деле Зато я могу открыть багажник Роллса Без проблем Не знаю, куда нажимать Ну, сейчас, наверное, водитель поможет поднять все-таки Мы уезжаем, но скоро вернемся А можете эту сумку положить, пожалуйста, в багажник? Спасибо, спасибо Все правильно, да? У тебя есть детское кресло? Есть Есть, да? Да, я посмотрю Да, все есть Супер Все, пристегивайся и поехали Не, я просто хотела попробовать, а не получается Да Лео мне подсказывал, что кнопкой нужно закрывать дверь Но я... Открывать вот так? Да, я знаю как Потому что у меня такая же машина Это Rolls-Royce Cullinan Знаешь такой? А-а-а, понятно Ты знаешь как он выглядит? Джин Роллс-Ройс Да, 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 вот он Желтый, представляешь? Ты приедешь в Питер, кстати, на следующей неделе Да Давай тогда встретимся с тобой Ты на нем покатаешься Договорились? Все, на желтом Rolls-Royce Все супер Так, Яну сейчас вам покажу Здорово! Привет! Ну все, вы приехали на хоккей У меня Мирослава и Злата занимаются на фигурном катании Когда у них тренировка заканчивается, на лед заходят как раз хоккеисты но они уезжают они не видят как они занимаются поэтому вот злата отправила до голосовое сообщение я сейчас лео дала его прослушать ли я сказал она влюбилась видео или фото как он катается лео катается вот так вот так что все не старайся у тебя есть мотивация потому что мне нужны красивые видео для девчонок и фото хорошо договорились вам красоту сделать прям по максимуму все свои способности покажи почему бы не мотивация ты знала что в роллсросе звездное небо регулируется можно сделать ярче или о ну вообще это ярко сделать чуть-чуть потусклее здесь не видно сейчас день можно вот ну сейчас да кстати да вот ты даже догадался как и вот можно делать потусклее а значит ничего звездное небо в роллс-ройсе но это например когда-то навигатор забыл то можешь по звездам домой доехать вот шутка 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 так единственный момент это то что я и никогда не одевал корни а все отлично у меня просто дочка занимается фигурным катанием и конным спортом а вот здесь я вообще ничего не понимаю мне даже знаете кажется что одеть это все это сложнейшую саму тренировку какой стереотип существует мне кажется если постоянно одевать сколько времени снимали но быстренько за минут за 7 минут 7 минут это как быстренько считается с помощью да то есть ну конечно сам он не оденется ребята представляете посмотрите что это поехали 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 спасатель что может всего 7 минут мы должны будем надевать форму но вместо этого мы будем ее 7 часов не забрали какого как обама фейс айкина на поливе лайфр трест день все и 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 анализ бит и у ребят у нас тут проблемка нарисовалась я кажется забыла надеть ребенку самую важную часть формы ещё 빨 accounted тренером говорить надо же так она девает всех симphin 5000 все ребят нормально мне сказали что сегодня групповой занятие поэтому не обязательно сегодня надевать. Ну все, Лео позанимался хоккеем. Как прошла тренировка? Пару слов скажи, пожалуйста. Ну, занятие можно сказать не занятие, а можно сказать, я просто играл, все. Ну, хорошо, в игровой форме, в общем, мы поняли. И сейчас мы заехали в ресторан, который находится рядом с домом Миланы, чтобы перекусить, чтобы не готовить мне ничего дома. Еще забавный факт, что этот ресторан, который мы выбрали, который находится рядом с домом Миланы, называется Милану. К чему бы это, ребят? Сейчас мы едем выполнять задание Миланы. Оно непростое и оно очень важное. Итак, нам нужно сейчас проехать по нескольким локациям, чтобы выбрать место, где Милана будет праздновать свой день рождения. Однажды я была у нее на день рождения, а вот в этом году Милана решила праздновать день рождения не дома, а в ресторане. И она попросила съездить меня в несколько ресторанов, чтобы выбрать самый классный, в котором она и отпразднует свой день рождения. Поэтому мы сейчас вместе с вами по ним проедемся, посмотрим, какая там атмосфера, какие там виды, какая там кухня и, конечно же, какие там цены. И выберем итоговую площадку. И внесем предоплату. Так что Милане будет не отвертеться. Она у вас подписана и в ТикТоке, и в Ютуб-шорте. Ой, да ладно, очень приятно. Давайте обнимемся. Очень приятно. Да, мы вам приятны. Очень приятно. Хорошего вам дня сегодня. Удачи. Итак, ребят, видите, как у меня сразу настроение улучшилось после обнимашек со зрительницей. А мы сейчас идем в бюро ЦУМ, чтобы посмотреть эту локацию, потому что мне кажется, что Милане очень подходит это место, потому что, вы знаете, она очень любит шоппинг, новые наряды. И она может сразу, знаете, по пути на свой день рождения совместить приятное с полезным и заняться шоппингом. Поэтому давайте посмотрим, как пройти бюро ЦУМ и не удержаться от покупок. Ну что же, вот мы и добрались до бюро ЦУМ через тернистые корнеры брендовых вещей. И посмотрим с вами, как выглядит этот ресторан и подходит ли он для празднования дня рождения Миланы. Значит, здесь есть большая терраса и хочется отправиться в первую очередь туда. Здравствуйте. Спасибо большое. Очень приятно. Давайте обнимашки тогда. Не могу. Да, спасибо, что смотрите. Да, девчонки, спасибо, спасибо, что смотрите. Да, вы тоже очень эффектные. Проходим. Смотрите, какая здесь терраса. Ребят, пожалуйста, посмотрите, какие прекрасные виды на самый центр Москвы. Мне очень нравится. Все здесь украшено гортензиями, какими-то яркими цветами. И знаете, что мне кажется, что такую террасу, такую веранду уже и не нужно будет украшать на день рождения, потому что она и так празднично выглядит. Поэтому это большой плюс. Также здесь есть крыша на случай, если пойдет дождь. Хотя Москва не Питер. Погода здесь более стабильная. И прогнозу, я думаю, можно верить в отличие от прогноза Питера. Кто живет в Питере, все поймут. И давайте сейчас посмотрим с вами меню. И, в принципе, первая локация мне нравится, но мы не видели еще другие. И не видели меню. Мы только что тут столкнулись с синдромом консьержа, так называемым, потому что девушка, администратор, подошла к нам и спрашивает, куда мы хотим присесть. Мы сказали, что мы совсем ненадолго, буквально на 15 минут, там нужно посмотреть меню и просто буквально попить чай. На что она нас так посмотрела. Так вот, знаете, сери. Типа лохушки какие-то пришли, там, чай гонять, сидеть. Да, из регионов, там, да, ну, понятно. Питер-регион наш любимый. Вот, но я увидела ее вот этот вот негатив, и я сказала, вы не переживайте, мы просто побольше оставим на чай. Если вас это смущает, она такая, а нет, нет, вы что, меня это не смущает. Но, как бы, ее смущение было видно за 3 километра. Ты тоже заметила, да, Ян? Конечно. Вообще, вот просто закатила глаза, короче. Но при этом девушка сама очень миловидной внешности. Я даже не подумала бы, что такая девушка с такой прям прелестной внешностью может такую реакцию показать. Но, наверное, это мой бомжатский вид еще сыграл. Вот. Но мы не переживаем, не обращаем внимания на такие мелочи. Мы смотрим меню. Сейчас покажет Яна вам поближе меню. Сейчас закажем чаек, побольше оставим на чай, чтобы никто не ругался в лице этой девушки. Ну что же, вот и классические чайки, которые в ресторанах пьют только чай. А, слушайте, у меня наличка. Все, как вам? А, все, хорошо. Все, спасибо большое. Чайничек чая у нас вышел в 400 рублей, кстати, кому интересно. Все, пойдемте. Спасибо большое. До свидания. Итак, следующая наша локация, это ресторан в отеле Ritz наверху. Он такой открытый. Сейчас мы с вами его тоже посмотрим, оценим, сравним. Из плюсов, я так понимаю, отель Ritz недавно отремонтировали, реконструировали, в общем, как-то обновили. Я после обновления еще там не была. Посмотрим с вами, как там атмосфера. Все, мы подошли к отелю Ritz. Заходим и отправляемся наверх в ресторан. Давайте сейчас посмотрим, как выглядит измененный, отреставрированный холл отеля. А, ну на самом деле его не так сильно и изменили. То есть полы те же, лестницы та же. То есть поставили вот эту вот стеклянную часть или... Да, и все. Все, в принципе. Так, не скажу, что прям что-то кардинально изменилось. Мы в О2. Это сам ресторан. Но сейчас я вам покажу самое красивое, что тут есть. Это терраса с нереальным видом. И кажется, это место мой фаворит на данный момент для празднования Дня рождения Миланы. Потому что, посмотрите, там часть с шезлонгами. Такой красивый вид, что он просто затмевает все остальные варианты. Я смотрю вот сейчас сюда, и мне кажется, что я смотрю не на реальный вид, а на какую-то открытку. Просто волшебно, ребята. Это, мне кажется, самый красивый вид в России. Просто волшебно красиво же. Не знаю, сколько камеры передает, но вот то, что я сейчас вижу, я глазам не могу поверить. Какая же красота. Это будет супер вечеринка у Миланы тут, представляете? Это будет танцы, веселье. И куда ни посмотри, везде так красиво. Я думаю, это идеальная локация для дня рождения. Меню здесь плюс-минус такое же. Мы сейчас вам подснимем, чтобы вы могли сравнить, сделать скриншоты. Кому интересно, может быть, кто-то из вас собирается в Москву. Такое даже в каком-то смысле полезное у нас видео получается. Такое обзорно-ресторанное. Ребята, у нас тут проблема появилась. Знаете, что я сейчас поняла? Я как супер, мега, гиперответственный человек не могу выбрать эту локацию для Миланы, потому что здесь, внимание, нет никакого варианта сделать крышу. Потому что в предыдущем ресторане Биро Цум я обратила внимание, что крышу можно прям сделать, подвинуть. То есть у них специально такая конструкция задвигаемая, раздвигаемая. А здесь вообще ничего абсолютно нет. И поэтому я думаю, что закон подлости может показать себя у всей красе. И именно в день рождения Миланы может начаться дождь. И, соответственно, получится так, что я подвела ее с выбором локации. Поэтому, к сожалению, какая бы эта локация красивая ни была, вот так вот заранее планировать день рождения в ней сложно. Особенно, если учесть тот факт, что у Миланы день рождения в сентябре, а как мы все с вами знаем, сентябрь, время дождей осенних. А, не хочу слушать тебя надвигающаяся осенью. Нет, пожалуйста, нет, только не это. И следующая наша локация – это Сахали. Так, 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 я запуталась. Что же, ребят, мы приехали в Сахалин. Посмотрите, ресторан находится там, высоко-высоко. Наверное, нас порадует шикарный вид. Посмотрим, как там обстановка. Пойдем. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так, дверь у Rolls-Royce закрывается. А вот так. На кнопочку нажимаем и идем. Ребят, ну мы поднимаемся в Сахалин. Ну, не знаю, минус это не минус, но на лифте достаточно долго ехать, и лифты достаточно маленькие. Вот, гостей много будет, поэтому не знаю. Посмотрим. Вот мы уже в Сахалине. Это популярный который год в Москве ресторан морепродуктов. А сейчас давайте с вами выйдем на террасу. Так, ну смотри, здесь на этой террасе вид на Москва-сити, а на предыдущей террасе был вид на Красную площадь. Это, как говорится, кто что больше предпочитает. Сравнивать здесь вида нельзя. И здесь также открытая терраса, здесь нет никакого потолка, поэтому этот ресторан, в принципе, можно сравнить с предыдущим. Но здесь, конечно, выигрывает кухня, очень сильно выигрывает кухня. Здесь шикарные морепродукты, все так изысканно. То есть в этом плане этот ресторан все-таки немножечко поинтереснее. Ну и, конечно же, решили пообедать мы здесь, потому что это ресторан изысканной морской кухни. Ну что, Яна, как тебе? Что у тебя? Я заказала тартар с танцом и авокадо, икрой тобикой. И, кстати, икра очень классно хрустит. И, знаешь, Мика, мне кажется, мы определились с местом. Точнее, ты определилась с местом. Ну, это мы уже увидим во влоге у Милана, где она будет праздновать свой день рождения. Так, ну что, как ты думаешь, Ика нас ждет? Ну, я надеюсь, что да. Сейчас мы узнаем, произошел ли факап вчера, или все было хорошо у Викули. Присо, вы все видели. Осталась ли Миша жив вообще после завтрака? Да, как-то влияло. Осталась ли жива Вика? Был ли у нее стресс, когда она общалась с моими домочадцами? Госнаркоконтроль, откройте. Кто там? Госнаркоконтроль, ваши документы девушке предъявите. Вика, это тебе еще одно следующее задание. Справиться с московской полицией в Москве. Ну что, с заданиями я вроде как справилась. Но единственное, если Миша нормально себя чувствует, то я справилась. Сегодня проснулся, правда, говорит, немножко живот у него болит. Ну, это еще он слабо отделался. Видимо, не до конца съел. Я шучу, все, не до конца съел. Признаюсь тебе, съел он не до конца. Да, мы все видели. Справилась ли ты с моими заданиями? Меды, я настолько справилась, что я очень сильно скучаю по твоим девчонкам. Я настолько по ним скучаю, что я решила, что на следующей неделе я опять приеду в Питер, и мы обязательно куда-нибудь пойдем вместе. Девчонки вообще супер класс. Питер, кстати, прекрасен. Просто город вот такой вот one love. Мы сегодня с Викторией надели на себя спортивные костюмы My Lovely Suit, которые мы делаем с Любовью Андреевной под брендом My Lovely Suit. Здесь имитация вшитой футболки. Рюки обработаны шелком, то есть у вас ничего не будет выпадать. Кстати, да, я думаю, почему я все время смотрю руки в карманы? В карманы, да, я реально. Девчонки, вы заметили, да, и мальчишки, что я все время стою, руки в карманы? Да, удобно. Костюмы есть в трех цветах и трех размерах. Нет, в четырех цветах нежно-голубой, салатовый, как на Виктории, ярко-оранжевый, как для мне. А желтенького уже нет, все, закончилось? Желтенький, по-моему, да, есть только на остатках, прям совсем чуть-чуть, и ярко-малиновый. В общем, девчонки, мы хотим... Фуксия. Фуксия. Мы хотим разыграть один из этих костюмов на канале Вики, на моем канале, поэтому следите за обновлениями на наших каналах, участвуйте в розыгрыше, вам нужно написать любой комментарий, ну, давайте хотя бы скажем, хороший, да, чтобы у нас там не хейтеры. Да, не хейтеры тоже, они же хейтеры, что же наши любят? Хейтерам вообще, когда ничего не достается, по-честнаку скажите. У меня было такое, что как-то хейтеры выбрала, да, да, денежку перевела. Вообще, какая добрая Виктория. Ну, в общем, пишите любой комментарий под этим видео и под видео на моем канале, на канале Виктории, и мы рандомным образом выберем двух победителей под каждым видео. Всем удачи, не забудьте подписаться на наши каналы, на мой канал, на канал Виктории. Может, Вика что-нибудь скажет, хватит уж трендей. Нормально, мне вообще все устраивает. Поставьте лайк, пишите кучу комментариев и всем удачи, ребята. Мы вас любим. Так, смотрите, ребят, мы тут подумали, если вам зайдет такой формат совместно с Миланой, мы это поймем, конечно же, по вашим лайкам, количество комментариев, репостов, то есть мы сразу увидим. Понравилось это видео, зашло или нет. Так вот, если мы увидим, по просмотрам, да, это первое, еще скажи по удержанию, еще, да, 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 вообще все отходят там, блогеры. То тогда мы поймем, что вам такой формат заходит, вам такой формат интересен и что-нибудь еще креативное с Миланой придумаем и повторим какой-нибудь классный ролик, может быть, даже куда-нибудь уедем, вместе что-нибудь поснимаем. Ну, в общем, все зависит только от вас. Будем на вашу реакцию смотреть. То есть вы еду ли я куда-нибудь вместе с тобой, теперь зависит не от тебя, не от меня, а мы хотим поехать куда-нибудь. Я даже знаю, куда, и я хочу туда поехать. Поехали все вместе. Ну все, на этой прекрасной ноте вам говорим пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok